Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota Mark II 1998 года выпуска 3 литра автомат задний привод пробег на автомобиле 111 тысяч километров сегодня заменю на нем передние тормозные колодки поднимаю автомобиль снимаю оба передних колеса снял колесо и хочу показать неравномерный износ хозяин жалуется, что при торможении машина уводит влево когда начинаешь притормаживать автомобиль тянет влево наверное суппорт подзакусывает левый снимаю цилиндр откручиваю два болта верхний и нижний и снимаю цилиндр тормозной снимаю пружинки вверх-вниз наружная колодка и внутренняя колодка все зацарапало пескуном внутренняя колодка изношена полностью наружная совсем чуть-чуть осталось направляющие двигаются мягко что вверх что вниз направляющие оставляю поднимаю пластинки и под пластинками отверткой почищу тоже так же четко по металлу сами пластинки почищу внутри и снаружи устанавливаю ее на место и внутреннюю точно так же беру новые колодки фирмы Саншинг СП-1138 Нишимбы не было взяли пока Саншинги потом заменим на Нишимбу когда эти износятся я думаю что к тому времени мы и как раз возьмем ремкомплект перебрать суппорта из старых колодок снял родные противошумные пластины они же и радиаторы устанавливаю на место колодки под пыльник добавлю смазки отверткой потихонечку поднимаю его чтобы не повредить и под пыльник добавляю смазки разгоняю его направляющие как я и показывал мягенько ходят я смазку в них не трогаю с трубциной утапливаю поршень пыльник и в в поршень туговато идет все-таки быстрее всего подкусывает именно сам цилиндр но без ремкомплекта я туда лезть не хочу разберешь все поршень вдавил пыльник на месте стоит устанавливаю цилиндр на место и ножи а забыл поставить пружинки здесь автомобиль имеет еще как раньше устанавливали японцы такие разжимные скобки так они и стоят и наживляю оба болта затягиваю болты и пойду покажу со второй стороны какой износ колодок там откручиваю цилиндр снимаю пружинки вот и разница в колодках опять же разница в износе колодок внутренние и наружные с этой стороны нижняя направляющая закушена верхняя двигается мягенько нижняя закушена это вот как раз и показывают вот эту неравномерность износа снимаю направляющие ключ на 17 ух ты вообще полностью закусила плохо плохо но двигать надо будем расшатывать видать попала где-то влага под пыльник аккуратно сверху поддеваю пыльник и под него набрызгаю вы дышки сейчас маленько постоит и буду расшатывать и вариантов то нету она должна сдаться ждем добавил еще смазки взял головку на 17 и взял газовую горелку сейчас буду нагревать вот это место чтобы пыльник не поджечь разогреваем здесь попрошу помощника чтобы он грел а я буду в этот момент шевелить направляющую добавляющую а 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 Все, расшевелил ее. И теперь можно ее выдавливать. Снимаю пыльник с направляющей. Да. Снимаю пыльник и вычищаю всю направляющую. Пыльник. А, вон, он надорванный был, поэтому туда и грязь попала. Вот она вся причина происходящего. Чищу палец. Здесь должна быть резинка на пальце. Резинки нет. Возможно, внутри ее тоже нет. Поэтому закажем новый палец, новую резинку. Когда придет, заменим и новый пыльник. Почистил направляющие. Вся побита коррозией. Вот что значит порванный пыльник маленько. Это хорошо, что мы ее открутили и сейчас у нас есть время собрать, поставить и заказать запчасть. Смазываю ее смазкой. Добавляю смазки вовнутрь. Солнце светит, отсвечивает. Пыльник оторван, поэтому пыльник одеваю сразу на направляющую. И направляющую вставляю на место. Все, какое-то время она у нас походит, пока запчасти идут. А потом мы ее заменим. И пыльник заменим, и направляющую заменим. Пока она поработает. Устанавливаю на место новые колодки. И аналогично второй стороны. Собираю эту. На этом все. Замену тормозных колодок я закончил. Всего вам добро.